Ииии всем привет ребят, с вами MrBank, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору новой рельсы, которая у нас появилась только-только сегодня в нашей замечательной игре. И вы удивитесь со скольких контейнеров я ее сумел выбить, я зашел на свой спецаккаунт, купил две спецушки за 17 225 контейнеров и спецушку за полторы вроде тысячи с 15 ультра контейнеров и на самом-самом последнем открытии этих контов мне дропает все-таки гиперскоростная рельса. Да, я уже думал, что даже открою все конты и мне не выпадет, придется покупать еще, но благо все-таки выпадает, поэтому если кому интересно, у меня примерно рельса упала с 20 тысяч танкоинов. Это для тех ребят, которые, я думаю, что будут заинтересованы в приобретении ультра контейнеров и в попытке выбивания этой замечательной рельсы. Для меня, сразу скажу, эта рельса очень сильно приоритетная и в первую очередь я хочу сразу же для себя понять, нагибает она или нет, потому что если она нагибает, то, наверное, есть очень большой смысл ее пытаться выбить на своем основном аккаунте. Да, и тогда будет уже у меня какая-то определенная планочка для этого видеоролика, чтобы я как раз-таки сделал вложение в ультра контейнеры и попытал свою удачу и попытку выбить эту замечательную рельсу. Ну а вам, если нравятся подобного рода видосы, где мы стараемся как можно быстрее обозревать новые обновления и такие вот новые устройства, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры, в аккаунтике. Вот здесь вот устанавливаете моему личный тег, оформляете покупочку в магазине, переходите в описание, заполняете формочку и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Так, ну а я пикаю быстрый бой, мне нужна супер большая карта, где мы будем тестировать это устройство. Сразу скажу, что когда я первый раз тестировал грома на дальность, он показывал себя супер жестко, да, и тогда на тот период времени гром на дальность была просто мега пушка, когда он только-только появлялся. Посмотрим, в каком балансе выходит наша рельса в таком же жестком, ну либо же она все-таки будет послабее, да, и она будет не такая сильно нагибающая. Но нам надо как можно больше карты, то есть маленькая карта в этом плане нас абсолютно не устраивает. Мне нужна только какая-то мега здоровая карта, на которой я смогу целиком и полностью реализовать эту замечательную рельсочку. Так, ну в принципе, наверное, неплохо. Наверное, неплохо. Пойдет. Такая карта, я думаю, что пойдет. Вика рельсу с кризисом мы будем реализовывать. Так, ну и даем шотики, смотрим. Пятерочка. Не знаю, по ДАшному танку эта пятерочка вкусная залетела или не по ДАшному, но это интересно. Хорошо. Пятерка первым выстрелом. Так, открывается у нас Викинг здесь по центру, но я не попадаю по нему. Перезарядка у рельсы дефолтная, сразу хочу сказать. Перезарядка и первый выстрел дефолтный. Пятерочка. Еще пятерочка. По пятерочке. То есть мы работаем чисто по пяти. Чисто по пяти. Хорошо. Окей. Пятерочка. Хорошо. Пятерочка. Хорошо. Пятерочка. Еще. То есть пять стабильно дает. Пять стабильно дает это рельс. Только единственное, это, наверное, он дает по без ДАшному танку, да, то есть по ДАшному там будет поменьше, да, то есть пятерка это по без ДАшному танчику у нас залетает, но в целом выглядит пока что неплохо, интересно, 2 600 с обычной рельсы, да, с дефолтной перезарядки. Ну точно могу сказать, что гром был сильнее, 100%, да, то есть если сравнивать гром и рельсу, то гром был на тот момент времени сильнее по урону и вообще по кондициям, да, потому что там можно давать сплэшом урон, здесь у вас есть возможность только дать сквозную рельсу, да, то есть сквозная и сплэш, ну это, как говорится, немножко разные вещи, да. Ну а так в целом резистов у нас 2 штуки от рельсы, ну и в матчмейкинге в принципе сейчас резистов от рельсы не так много, по 3000 с крейса дает, неплохо, неплохо. С кемпера будет еще больше урона, с как раз таки ДДшной рельсы, если меня не будет убивать, ну и в теории там может быть очень и очень вкусный навальчик, да, поэтому с кемпером я думаю, что мы эту рельсу точно будем тоже тестировать, будем обозревать, будем смотреть, как она себя будет показывать, но скажу, что хороший урон, урон хороший, да, то есть не сказать, что он прям мега-мега-мега бомбический, но хороший урон, да, то есть если на расстоянии держать противника, ну и в принципе здесь даже на средней дистанции, я так понимаю, что максималка проходит, то выглядит довольно таки хорошо, хорошо, при том, что я просто переезжаю с одной позиции на другую, особо там какие-то гениальные мувы не делая, да, ну и плюс в упоре, да, то есть тоже вроде как с уроном не все так плохо, да, то есть 1300 под овердрайвом в упоре рельса наносит, да, то есть если, например, гром там по 200 урона доважил в упоре, то тут хотя бы, ну, какие-то поинтереснее циферочки вылетают, да, то есть здесь в теории даже шансы есть у тебя еще на дополнительную накидку в упорчике, так, ну у нас 15 килов, 15 килов уже есть, постараемся дать как можно больше, посмотрим вообще сколько реально на дамажить здесь противника, семнашка уже есть, ваншоты это, конечно, класс, да, то есть то, что ты можешь ваншотать оппонента, это, конечно, всегда выглядит очень круто, также у нас большой клист у молотов уже с сегодняшнего дня в матчмейкинге, те начали тестировать эту замечательную пушку, так, рельса, кстати, о, рельса, рикошет едет в упор с резистом, да, и его уже, кстати, ну, в упорчике, наверное, тяжело будет слить, да, по 400 урона у меня дамажит по резисту моя рельса, ну, если честно, ну, не так сильно режется урон, я вам скажу, не так сильно режется урон, я думал, что сильнее будет резаться урон в упоре, а здесь вроде как и что на дальности, что в упорчике неплохие циферочки залетают с нашей рельсочки, да, так, и плюс у нас сегодня еще на 0,5 секунды стал нулевой урон меньше на танках, это тоже очень и очень хороший бонус для меня лично, 22 килла у нас за чуть больше 5 минут, также я хочу сказать, что, ну, это хоть и большая карта, но не максимально лучшая карта для устройств на дальность, да, поэтому, если что, знаете, что это явно не предел мечтаний и, например, на каком-нибудь там шоссе либо стадионе там будет намного проще реализовать эту замечательную пушку, но все-таки, как бы, большая карта есть большая карта, и если я еще бы дальше бы перепикивал и искал бы, то я думаю, что я бы потратил бы крайне много времени, потому что записываю довольно рано этот видеоролик, и у нас еще матчмейкинг особо на это время не раскуривается так, чтобы там было большое количество хороших боев. Так, ну и пока что я ни одной сквозной рельсы не дал еще, если что, пока что ни одной сквозной рельсы не залетело, ну, по именно проценту попаданий вроде как, вроде как не так плохо, да, вроде как не так плохо, вроде не так особо много я мажу, 26 киллов у нас уже есть, попробуем на мостик выпушить, так, и прожимал его овердрайва, кстати, тоже возьмем, прожмем сейчас, чуть-чуть покидаем, рельса, да, хорошая, 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 еще и, как бы, с овердрайва стреляют довольно плотно и довольно, вкусно, 2600 у нас по ДАшному залетает, по без ДАшному, то есть ваншот 5000, ваншот даже тяжелого танка у нас залетает, если вы как раз таки играете, по, вернее, не то, что играете, а бьете по без ДАшному танку, да, то есть там залетает вкусный ваншотик, 30 киллов у нас, 9 минут до конца, то есть за 6 минут 30 очка, выглядит неплохо, выглядит очень неплохо для такой карты, да, мы, конечно, играем прям в лютую ТДМ-ку, но для этого и нужна, как бы, нам такая рельса, только ради лютой ТДМ-очки она, как говорится, и предназначается, потому что, все-таки, наша задача на ней стоять как можно на большем расстоянии и накидывать урончик по оппоненту, не знаю, насколько станет больше резистов от рельсы в матчмейкинге с вводом такого устройства, но, наверное, в целом, где-то по 3-4 реза в матчмейкинге на постоянной основе вот этой замечательной пушечки появляется и будет у противника на постоянной основе, не сказать, что это много, поэтому, в целом, наверное, пойдет, 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 с этим можно работать, можно против этого играть и конкурировать, поэтому, наверное, не так плохо, но, со зрения дистанции вот уже чуть режется урон, хотя чуть беру дальше средний и уже урон стабильно залетает вкусный, да, то есть 38 киллов у нас уже есть, пробуем чуть подпушить, попробуем сейчас, ой, не хотел попасть, там интересный прострельчик мог открыться, 2900 в упорчике практически по титану, 5200 чуть на растяжке, добавил еще расстояние 2400 по резисту, а, нет, по безрезисту 2400, то есть, если у нас бы здесь был бы резист, то, может быть, даже там вообще бы циферка была бы маленькая, да, но мне повезло, что здесь резов нету против резистов, мне кажется, ну, будет намного-намного неприятней и, как минимум, тяжелее, да, с реализацией этой замечательной рельсы, но я, честно, не знаю, сколько сейчас в матчмейкинге вообще, в принципе, используют резистов. Во, первая сквозная залетела, 40 киллов у нас уже есть, давайте прожмем Оуди, этот флакинг Оуди, так, открывается, хорошо, и еще по двоим даем, попробуем вывести флаг, может, получится у меня, это, конечно, особо сильно здесь, ой, ой, хорошо улетаем, шикарно, наши страхуют тиммейты, о, хорошие тиммейты, один рабочий, так сказать, тиммейт оказался, 46 киллов, надеюсь, что доставят, ребятки, я все-таки, как бы, ну, хоть и на рельсе на дальности, но хотелось бы чуть на победу сыграть для бойцов и чуточку подсаппортить им в рамках этого боя, так, ну, и Васпик у нас просто становится с минами под стенку, титан чуть лагает, пробуем откатить, 100, ой, 1000 была в упоре, на средней дистанции уже 2,5, да, то есть там урон, получается, режется в половину, то есть в двойную половину в упоре, в средней дистанции просто в половину, и на максималке он уже уходит, он уходит в плюс на 200%, вроде как так должно это работать, вроде как так, это должно работать, так, ну, и сейчас попробуем еще один оуди прожать, под овердрайвом на викинга рельсе, конечно, урончик залетает очень хороший, очень хороший, очень знатный, очень сладкий, еще бы противничек бы открывался бы под наши оуди, было бы вообще великолепно, так, ну ладно, полторушку я даю, можно, в принципе, откатить, особо там выпикивать, мысла, наверное, нету против такого молота, который может меня обработать в упоре, поэтому чуть-чуть расстояние делаем, вся 2 кила нас все устраивает в рамках этого боя, все максимально устраивает нас, расстояние даже не успел тычку дать, попробуем добить какие-нибудь 70-ки, может быть, в рамках такого боечка это было бы хорошее, я думаю, что результат, если показывало, что у меня есть прострел, на самом деле, урончик, к сожалению, не залетел, так, гаус пытается сводиться, свелся, 2 600 ему в обратку, еще раз пикнет, можно будет набрить, но нет, заливает меня быстрее, да, чуть больше агрессирую, стараюсь накидать еще урончика дополнительного, чтобы получить какие-то дополнительные киллы, все-таки, если стоять просто на пассивичах, то, наверное, это будет супер скучно и не удастся зарабатывать еще дополнительные очки, потому что противник особо сильно не выдвигается и не пикает, поэтому где-то чуть больше агрессии даю и стараюсь как раз-таки на постоянной основе накидывать урончик по оппоненту. Наш, кстати, вот имейт набил 700 очков за 23 килла на Скорпионе, но он, наверное, играет со снабженцем как раз-таки, да, то есть со снабженцем набирает дополнительные очки, ну, в принципе, это рабочая темка, снабженец, это вообще супер бомбовый дрон, с которым можно сейчас очень неплохо работать. Так, ну, я постараюсь все-таки дойти до своей замечательной цифрочки. В сколько? Ну, в 70, если дойду, то будет очень хорошо. У нас, кстати, флаг увозит. Тем временем, тем временем у нас увозится флаг. Так, пробуем накидать еще. Хорошо, даже со средней дистанции, ну, чуть больше там среднее было, и уже максималочка залетает, да, то есть это уже очень неплохо. Да, он со снабженцем играет, со снабженцем играет данный молодой человек. Ну, хорош, хорош, красавчик. То есть нашего замечательного тега, думаю, я, если честно, очень сильно рад тому, что ребята знают, на чем надо играть и что надо использовать в нашем матчмейкинге для заработка дополнительных очков. То есть, если я, например, просто потею на киллы и стараюсь дать их как можно больше, он просто использует дрон и уже может набивать намного-намного меньше киллов, просто получая очки за прожатие расхода очки. Так, у нас прожимается Оуди от Титанчика, подпушиваем в этот Оуди. У меня тоже появляется Овердрайв, Васпик летит, вставить бомбу. Дабл-бомба на дабл-бомбу. Так, ну и попробуем увести, наверное. Попробуем увести, уже мало выделаем, на ДАшке аккуратно. Начинаем уходить прожатым Овердрайвом. Ну, это так, чисто для того, чтобы чуть-чуть напугать противника. Мол, я такой грозный и сильный. Так, вот этого надо слить сначала. Он мне может дать плюшку очень неприятную. Ну, блин, все-таки Гаусс попал. Так, ну, страховочка есть. Страховочка есть. Два флага, в принципе, я вытянул. Но наши ребяточки от штока до штока уже эти доставочки красивые. Оформляют. Так, ну и у нас минутка до конца. Попробуем. То есть, ну, на этой карте вообще такие вот прострелы интересные можно давать. Рабочие, так сказать. О, хорошо. Сплэшовая залетела, вернее, сквозная. Бах, еще добавочка. Так, ну, шикарно, шикарно, шикарно. Шикарно. Все выглядит максимально круто. Максимально комфортно. И максимально приятно. Ну, единственное, только особо сильно в упор лезть не надо противнику. Ну, хотя бы так, в наглую не лезть, чтобы уж мне тут залетало бы, никакой не было. 25 секунд до конца. У нас 63 килла. Для этого боя это очень хороший результат. В целом, я могу сказать, что эта риса выглядит круто. Да, на больших картах она будет точно давать хорошее количество киллов. Если сравнивать его с тем громом, который появлялся с самого-самого начала, я имею в виду именно гиперскоростного грома, то он был, я думаю, что сильнее, чем эта рельса. Но в нынешнем балансе, на сегодняшний день, я думаю, что эта рельса может заработать куда больше кристаллов. Ну, и вот за такую катку я получаю 12 тысяч кри за 65 киллов. Очень хороший результат. Также, быстро давайте зайдем на Википедию, дабы убедиться в том, насколько много у нас повышается урон на как раз-таки расстоянии. Вроде как это должно быть плюс 200 процентов. Но, дабы я не был балаболом, мы зайдем и прочитаем. Да, плюс 200 урона. Процент урона после прострела. А, нет, это не то. Это не то. О, я уже думал, что это то, что нам надо. Так, а где рельса? Подавляющие снаряды, крио, поджигающие, гиперскоростные. А, это гиперпространственные. Дестабилизация, крупнокалиберка. А, вообще нету, да, информации? Понял, информации на Википедии у нас нет. Ну, должно быть плюс 200 процентов с этой рельсой. Должно быть 200 очка. Пишите, что вы думаете по поводу этой рельсы. Обязательно поддерживайте данный видос лайками, если вам понравилось. Подписывайтесь обязательно на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и самое главное, о чем я сказал, что у нас в этом видосе будет челлендж. Набираем 200 лайков на этом видосе. И я на основном аккаунте покупаю спецпачечек с ультраконтейнерами за 17 тысяч, в котором попытаюсь выбить эту замечательную рельсу на свой основной аккаунт. И начать делать какую-то определенную грязичку. Поэтому давайте, ребяточки, есть все шансы. 200 очку тушим и делаем вкусную работу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok